Еще в октябре прошлого года один мой товарищ и подписчик группы в Телеграме начал топить за такую малоизвестную монету как Рун. Спустя 4 месяца она выросла на 919%. Выяснилось, что о монете стало известно из отчета Симметрии, в котором они когда-то рекомендовали ее покупать. Мне казалось, что наш список источников информации больше не требует дополнений, но подписчики постоянно просили, чтобы я купил и Симметрия. Я оставлю ссылку на этот Симметрии в описании, если кому интересно может изучить подробнее. Вкратце они занимаются детальным анализом, а после и составлением динамичного рейтинга новых криптовалютных проектов. Я долго к ним присматривался и однажды я прочитал следующее от одного популярного блогера, которого я пожалуй не буду называть на всякий случай. 23 декабря 2018 года он получил это письмо от Симметрии, в котором рекомендовалось покупать биткоин небольшими частями на протяжении 10 недель. К слову, тогда биткоин стоил 4000 долларов. Именно поэтому я решил обязательно ее купить и поэтому я решил открыть набор в свою группу со вчерашнего дня, чего я не делал с прошлого лета. В общем, если кого-то заинтересовало, по ссылке в описании все подробности. Ну и еще хочу напомнить, что доступ вы получите бессрочный и к Симметрии и к другим моим источникам информации. Все это, скажем так, безобразие будет длиться еще 6 дней, на протяжении которых вы можете поучаствовать в складчине. И еще раз напоминаю, если ты хочешь купить, например, биткоин сейчас и продать его вечером с большой прибылью, то лучше воздержись от инвестиций в криптовалюту. Поверь мне, ты не готов к ним. Ты потеряешь здесь все. Посмотри мое вчерашнее видео и тебе все станет понятно. Ну а мы начинаем видео, которое будет особенно полезно для холдеров XRP. Особенно важное для тех, кто, мягко говоря, его не любит. Поехали. Всем привет, ребята. Меня зовут Богатейший Дев. Кто не верит в XRP, должен посмотреть это видео. Просто обязан. Поэтому поделитесь им у себя в социальных сетях и скиньте его всем, кто настроен по отношению к XRP как минимум скептически. Ripple XRP только что поставил мат всему криптопространству. Несмотря на красные дни, сегодня мы видим подтверждение бычьего индикатора. Ripple XRP готов к экспоненциальному росту, говорит один из криптоаналитиков MrLevelUp, у которого почти 13 тысяч фолловеров в Твиттере. Он сравнил 2017 год с 2020 и заметил, что сегодняшняя ситуация очень похожа на то, что происходило в 2017, прямо перед бычьим взрывом цены. На этом изображении мы видим два разных временных периода. Слева 2017 год, а справа актуальная ситуация на 2020. Как вы можете заметить, зеленая стрелочка указывает наше фактическое положение. Мы находимся в такой же точке, после которой в 2017 начался эпический буллран. Как вы видите, MrLevelUp наложил движение 2017 года на сегодняшнее. И оно почти идеально совпало. Однако он понимает, что сейчас есть два варианта движения, но утверждает, что цена пойдет вверх. И это имеет смысл, так как Ripple XRP прямо сейчас отрисовал очень позитивный сигнал. Золотой крест. Об этом сообщает блокчейн-бэкер у себя на канале. Далее цитата. Это одна из самых впечатляющих вещей, которую XRP сейчас демонстрирует. У меня тут целая куча средних скользящих. 50 дней, 100 дней и 200-дневная средняя скользящая, конечно же. На момент закрытия этой крайней дневной свечи мы можем видеть, что на графике образовывается золотой крест. 50-дневная пересекает 200-дневную официально. Это очень большой знак для множества трейдеров. В это время они и приходят откупать актив на уровнях поддержки, а Ripple как раз и находится на одном из таких уровней. Также стоит учитывать, что перед этим происходил набор позиций вот здесь. Поэтому наблюдать появление золотого креста в таких условиях очень хороший знак для быков. Посмотрите на последнюю такую ситуацию перед этим. Точно такая же, и она говорит нам, что этот момент наш. Это последняя стадия консолидации перед тем, как мы действительно отправимся еще выше. Посмотрим, как будет на самом деле, но позитивных знаков очень много, и они меня вдохновляют. Это была цитата Blockchain Backer. Ребята, я продолжаю говорить, что Ripple XRP однажды заставит многих почувствовать синдром упущенной выгоды. Сегодня XRP стало модно поносить, на чем свет стоит, но так же, как я уверен в биткоине, так же я уверен и в XRP. Я хочу использовать биткоин как средство сбережения, а XRP как средство платежа. И, в принципе, я их уже так использую, потому что это того стоит. Также сегодня, 24 февраля, значит именно сегодня американская финансовая компания DTCC проведет прямой эфир, на котором так же будет идти обсуждение Ripple XRP. Это очень важное событие, ведь компания планирует рассказать о модернизации и трансформации своей службы автоматического перевода счетов клиентов. Это такая служба, которая осуществляет перевод финансовых ценных бумаг с одного торгового счета в одном учреждении на торговый счет в другом. Учитывая, что компанией был заявленный вопрос об XRP на обсуждении в прямом эфире, есть основания полагать, что именно Ripple будет использован для модернизации этой системы, которая носит название ACCT. И нужно сказать, что эта компания использует DLT, и в качестве этого DLT может быть XRP, пишет официальный представитель стартапа Биосайенс Академия. Если кто не знает, DLT это Distributed Ledger Technology, то есть технология распределенного реестра, фактически разновидность блокчейна. Хотя и стоит помнить, что каждый блокчейн является распределенным реестром, но не каждый распределенный реестр является блокчейном. Итак, мы видим, что DTCC готовы к модернизации своих платежных систем, и при этом заключает партнерство с XRP и Ripple. Это просто шикарно и невероятно, и особенно круто, что это еще больше закрепляет мою идею использовать XRP в качестве средства обмена и единицы платежа. И прямо сейчас очень важно отметить, что все это находится в ожидании регулятивного разрешения. Давайте углубимся в то, что называется регулятивное разрешение. Все звездные экономисты призывают ФРС использовать количественное смягчение и новые инструменты, чтобы бороться со следующей рецессией. Фактически двигаться на опережение с кризисом быстрее и масштабнее. Читаем между строк. Звездные экономисты рекомендуют погрузиться в еще большее безумие для борьбы с приближающейся рецессией, которая этим же безумием и порождается. Именно поэтому новая рецессия будет самой жестокой за всю историю. Интересно отметить также и то, что известный Ripple активист Bearable Bull прямым текстом отвечает на вопрос, что это за новые инструменты такие, о которых шла речь. И эти новые инструменты это распределенный реестр Ripple XRP и платформа On Demand Liquidity, которую предлагает Ripple. Эту платформу называют будущим банковской системы и одним из факторов, который в разы увеличит капитализацию XRP на рынке. При этом даже Евросоюз не сможет заблокировать XRP транзакции, да и другие криптовалютные транзакции. 23 февраля 2020 года стало известно, что готовится новый законопроект, который сделает невозможным блокировку банками транзакций, связанных с криптовалютой. Это просто взрыв, друзья, вы понимаете, что это значит? Фактически это уже и является регулятивным разрешением, о котором мы говорили ранее. Ради которого мы и углубились в этот анализ. Это происходит прямо на наших глазах. Также очень важно понять следующее. При поддержке стран большой двадцатки и в сотрудничестве со Всемирным банком, МВФ определяет ключевые области, в которых можно было бы расширить доступ к определенным возможностям. В частности, инвестирование в высококачественное образование, научно-исследовательские работы и диджитализацию. Диджитализация – это процесс цифровой трансформации различных сфер нашей жизни. Время очень правильное. Так заканчивается этот пост. Я объясню проще, что значит эта информация. МВФ дает нам намек на регулятивную четкость в отношении цифрового мира, в том числе и криптовалют. Он считает цифровой мир большой возможностью, достойной инвестиций наравне с образованием и наукой. Это то, что никто из них прямо не скажет, но вы должны уметь читать их между строк. Кстати, насчет стран большой двадцатки. Директор-распорядитель МВФ у себя в Твиттере опубликовала фотографии первого дня встречи представителей стран большой двадцатки, посвященной глобальной экономике, а также дискуссиям диджитализации. Диджитализации. Опять, диджитализации, куда относится и криптовалюта. Они обсуждают там то, чего не скажут публично. Продолжают тему регулирования XRP и криптовалют, о чем никто из них вам не скажет в лоб, но мы с вами те еще Шерлоки Холмсы, поэтому ничего от нас не скроется. Гиперская комиссия по ценным бумагам и биржам использует блокчейн, несмотря на неясности в ситуации с регулированием криптовалют. Вот вам идеальный пример, что нужно наблюдать за их действиями, а не слышать их слова. То, что они говорят, это умышленная дезинформация. Бывший глава по комиссии торговли товарными фьючерсами CFTC, Кристофер Джанкарло, утверждает, что ФРС должна создать цифровой доллар. Также, во время эфира программы On The Move, он заявил, что готов возглавить разработку цифрового доллара. Причем все это Кристофер планирует разрабатывать с помощью своего партнера, компании Essentury, которая в свою очередь является партнером DTCC. В частности, компании сотрудничают в вопросах блокчейна и распределенных реестров. В свою очередь, DTCC заключила партнерство с Ripple XRP, а сегодня у них прямой эфир, где будет идти речь о Ripple XRP. Теперь вы видите, что пазл складывается. И еще один очень позитивный сигнал, который вызовет мурашки на коже любого холдера XRP. Вы наверняка не поверите в то, что вы сейчас услышите, но это действительно правда, это происходит прямо сейчас. Друзья, это прямо сейчас происходит. Во время Олимпийских игр в Токио множество людей приедут в Японию. Здесь они будут путешествовать по стране и совершать покупки. Они смогут безопасно использовать XRP для этого, заявляет исполнительный директор SBI Investment, Томаюки Ни И. Для этого инвестиционная компания интегрирует XRP в популярное платежное приложение в Японии, Манни Трэп. Запуск этого чуда произойдет до начала Олимпийских игр 2020 в Японии. Это не просто текст, друзья. Это то подтверждение, которого мы ждали. Это то, что должны увидеть все последователи Ripple XRP. То, что не должно пройти мимо глаз любого холдера Ripple XRP. Уже сегодня DTCC выйдет в прямой эфир с заявлениями о Ripple XRP. SWIFT уже занимается интеграцией XRP. Регуляторы негласно готовят почву для благодатного и неостановимого роста XRP. Мы видим позитивные сигналы и в техническом анализе. Золотой крест на графике. Совпадение ситуаций 2017 и 2020. Это то самое время, оно уже наступило. Ждать больше некогда. Ripple XRP готов стать причиной FOMO у многих. А на этом у меня все. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин